Туристы и милетаристы Туристы и милетаристы И Дан Кост это тот человек, который сделал из 5.11 Tactical То, что мы сейчас видим, знаем, что такое 5.11 Потом продал, несколько лет стоял в сторонке И начал все сначала Умно-неумно, не знаю, но мысли хорошие Дизайн интересный, а дальше судите сами вот начнем с чего начнем с маленьких прекрасных таких удобных сумочек у нас есть сумка которая называется саммит сайт сачел вот в моих руках она реально такого размера достаточно небольшая достаточно удобная есть интересные такие моменты в ней устройство либо здесь устроено очень интересно что липу можно убрать и спрятать вот таким вот образом есть кармашек то есть у нас теперь она будет на липу закрепляться а теперь только на фастекс если закрыть либо как здесь демо версии показана одна на гипе она на фастекс то есть но в принципе вполне нормальная система так очень удобная сумочка маленькая приятная даже по моему сюда помещаются какие-то вот именно apple ские прекрасные вот эти маленькие как и и сбу кили макбуки или в общем самые мелкие маковские компьютеры из интересных вещей то что она с виду такая достаточно простенькая недостаточно карманов внутри я ее очень давно юзаю она мне давно нравится вот я думаю я уже со своей хожу где-то года четыре наверно три четыре точно уже да вот сейчас я перестал носить потому что таскаю больше с собой ерунды поэтому таскаю рюкзачок но вот такая вот вещь вполне достойная штучка таскать сколько стоит в системах дело в том что цены я бы не стал бы называть потому что цены от места к месту к интернету они сильно варьируются у нас в эстонии такие цены в литве может быть другими кстати заходите к вайдотасу survival у него тоже что то есть а если нету бейте ногами и спрашивайте вот имеешь ввиду вирус на разин сурвайл вообще саммит это самая маленькая на данный момент штатов уже продается средний вариант и у нас здесь есть не ошибаюсь это асцент мессенджер бэк видите разницу в размере так наложить один на другой то получается этот ну в разы больше очень люди которые используют очень любят есть у меня один знакомый из московии который ездит сюда в эстонии вот реально ездить с этой сумкой постоянно то есть ручной багаж ее берет у него помещается в нем все что ему надо на пару дней командировки принцип такой же то есть удобно размещение вещей плюс то что некоторых карманов стало там некоторые карманы разъединили их стало больше и неоспоримый плюс в этой сумке это у нее вот есть такой вот ремешок которым его можно закрепить вокруг пояса это очень немаловажно для тех которые любят ездить на скутере на велике на мопеде то на чем угодно ну то есть вот просто это нужно а так все как вот практически во всех других производителях то есть есть места там и под бутылочку и подсолнечные очки и прочее 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 та же система с хитрой липой умный ну и под бутылочку например а чуть погромче если можно что мне у них нравится в этих сумках я думаю что эту деталь смогу показать удачно вот на последней сумке из этой серии и и тогда смотрите через плечо такие мессенджер баги закончится что первое что вторая сумка присутствует несколько цветов увы это и не делают сумки ассенда не делают зеленым его делают только черными кают сами цель-чачер бывает и зеленый и черный кают так и последняя сумка любимая сумка долгое время андрея борисовича вот такая вот сумочка называется экзекьюте briefcase вот кто знаком с продукцией 511 вот ему практически один в один есть пару маленьких нюансов где попрошу артура показать поближе устройство вот это вот вот это вот устройство здесь то что она крутится то что она крутится то что она быстро снимаем а через этот клипсу как бы здесь это добавляет очень много вот к этому конкретному мешку очень очень много потому что ты одеваешь сумку через плечо одеваешь эту сумку через плечо и у тебя заматывается ремень, и тебе его постоянно приходится выправлять, возиться с ним. Здесь же ты просто, ты его подушкой кинул через плечо, у тебя он там-то завелся, просто пальцем покрутил его. Прикинь на себе. А, если не вставлено просто сюда, но очень удобная система, что они просто разворачиваются сами, или ты помогаешь им немножко. Небольшие есть различия от 5.11, я даже сейчас головы не скажу, какие, потому что у меня 5.11 в такой сумке была когда-то в продаже, но очень давно. А так очень даже адекватная сумка, почти со всеми сумками, рюкзаками и в комплекте еще брелочек вот такого формата. То есть он прилагается по цвету ремешка, прилагается всегда к сумке. Он всегда здесь внутри где-нибудь висит. Так, очень утилитарная, хорошая сумка. Есть возможность прикрепить на вот на большую транспортную сумку всего там, с ручкой. То есть, ну, удобно. Просто кому какая нравится, здесь быстрый доступ, что крышку открыл и поехали. Эта сумка бывает, вы только в черном цвете. Ну что, приехали к моим самым ненавистным вообще вещам. Если я сам понимаю принцип и нужду в EDC-шных сумках, таких вот, как мессенджер-бэги, то мне дико непонятно, я дико не люблю сумки такого типа, которые называются слинг-паки. Я их люто разлюбил, когда я себе купил, не купил, а выменял 5.11 на другую сумку 5.11 со своим норвежским другом. Мы махнули сумками, 5.11 сумка, которую я получил. То есть, ну, мне хотелось человеку сделать подарок, а он не хотел оставаться в долгу, и поэтому он мне отдал свою сумку. Слинг отдал. Слинг отдал. 5.11, я не помню, как он назывался. Вот он, логичный слинг от 5.11. Ну, прямо вот очень похожий к этому. Есть небольшие нюансы, и я сейчас о них расскажу и покажу. Вот. Но я тогда его не взлюбил, несмотря на то, что я был предупрежден, мне было сказано, Паша, ты вот поедешь куда-нибудь, как я вот езжу там в Амстердам, да, ну, как бы, ну, и там. Вот. И, говорит, я еду, я, говорит, ну, ложу просто две бутылки бухла, говорит, когда и лечу обратно, да, потому что там ощутимо дешевле, чем в Норвегии. И я, говорит, просто умираю уже, говорит, просто на подходе в самолет, говорит, у меня там голова болит и так далее, и так далее. Но я сначала не верил, ну, пару походов на Иву, и все, встал на свои места. После этого я слингфаки люто не люблю, и, несмотря на то, что мне иногда, ну, как бы, приходится носить, у меня есть парочка, да, вот, где, Тоха, привет, он еще здесь, он еще жив. Ну, слингфак, извини, я тебе перебью, золотое правило, ни в коем случае не перегружать. Да. Он должен быть обязательно легким. Как только ты его перегрузишь, да, элементарно, добавишь лишнюю бутылку воды, все, все, ты, все, башка просто отвалится. плюс этого конкретного слингфака. На черном. Да, кстати, на своем с 5.11 слингпаком я ездил, ездил по нашему городу Таллину на велосипеде и на мотоцикле. Я ругался матом каждый раз, когда я притормаживал. Это был просто мат-перемат, я очень сильно матерился, и на то была конкретная причина. Вот. То есть, а в этом, с этим слингпаком таких проблем не было бы, ну, за исключением того, что он сам по себе слингпак, да. То есть, у меня получается, есть дополнительная стропа, которая фиксирует его здесь, а если он не фиксировался в положении на велосипеде, вы тормозите, вы едете, судя по всему, в ветровке, либо в спортивной какой-нибудь одежде, и он делает вот так вот. И вы не в руль можете, не можете повернуть. Ничего вам не сделать. И он вот тут, вот он здесь подмышкой, когда он не нужен. Вот такая вот ерунда. В принципе, здесь эта тема решена, причем она переставляется слева направо, очень легко, то есть, как вы любите носить, не проблема вообще. Есть пару вопросов к этому рюкзаку, но, то есть, слингпаку, но пускай они останутся, если кто-нибудь захочет, придет, посмотрит, и увидит. В принципе, очень похоже на 5.11, просто здесь отсутствует кармашек, который, я всегда, мне всегда было сознание, что в этот кармашек надо что-то положить. Но он, блин, находится в таком бестолковом месте, что, кроме пачки сигарет, резервный, причем, слингпак, потому что туда ничего не положишь. Ну, ты же не положишь себя на спину вот сюда, фотоаппарат, как-то, потому что получается, он тебя не может спереди, он у тебя получается даже не на плече, он получается на плече ползает. Да, 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 то есть, какое-то такое дебильное место. Здесь, в принципе, есть те же самые функции, что более-менее у всех таких слингпаков, то есть, вот такого нутро, серенькое. Мне очень нравится то, что у них в черном, именно в черной модели серенькое контрастное нутро. Есть модели, в которых есть специальные, то есть, это кармашки, мы к ним придем, там есть отдельная тема с контрастным нутром. Здесь также есть этот маленький прекрасный брелочек, то есть, все это регулируется, все это хорошо, все это, в принципе, плюс-минус и десишное и такое слише. как у всех. Вот. И теперь мы так плавно подошли к рюкзакам. Я сейчас сединю в сторону немножко вещи, которые я потом покажу. И начнем, значит, с рюкзаков серии Specialist, которые немножко попроще. Сначала я расскажу то, что у них общего, что у более простой, и олдскульной, и более новой, продвинутой серии. Общего то, что ремень бедренный, на бедренный ремень, который, ну, нижний ремень, он не в комплекте. Он гармонично подходит к серии более дорогой тактикс, потому что различается тем, что тактикс и специалист олдскульная это нашитая молля, старая проверенная, новая это лейзеркат. И тактикс вейстбелл, вот такой вот, который бывает в трех разных цветах, как тактикс рюкзаки, почему-то вот именно только с вариантом лейзерката. В принципе, по пэдингу, если мы посмотрим, то есть по вот этому, по материалу, который здесь, он такой, я не скажу, чтобы шутком мягкий, как там, экспедиционный рюкзак какой-нибудь там, но в принципе, я думаю, что должно быть вполне достаточно. Фиксируется надежно, хорошо на всех рюкзаках, на всех шести рюкзаках, которые мы здесь на столе имеем сейчас, за счет липы, дополнительных ремей и очень удобно сделано подтягивание, то есть подтягивание ремня происходит не таким движением, то есть не с центра в разные стороны, а по бокам вперед, что мне кажется немножечко удобнее. Ну, кто как привык, потому что знаю, что под снаряжухой в другой раз вот именно вот спереди где-нибудь там под плетником или где-нибудь там что-то затягивает, но это нереально, это очень неудобно. Вот. Вот такой вот ремешочек продается отдельно, его нету в комплекте. И я считаю, что это на самом деле плюс, потому что большинству людей этот ремень не нужен. вот стоит за камерой мужчина, у которого вот ровно вот такой рюкзак и уже года сколько, четыре, три. Я просто на него, на любое. Я хотел сказать как раз-таки, что полтора дня, Паша, можешь очень, как сказать, вкратце показать, потому что у меня есть очень подробный обзор на канале этого рюкзака. И я просто счастлив с ним до сих пор. Ну теперь сильно нужен этот поясной ремень? Нет, вообще. Ну вот, то есть это именно вот... Большинство людей носят в медицинской ситуации, Я могу тебе секунду просто привести пример, что это не какой-то походный имя долгий, а вот так вот собрались мы, например, залезть на гору в Норвегии. Вот его на двух человек, то есть у Юли фотокамера и телефон, у меня этот рюкзак на все хватает, в принципе. Так. У нас три рюкзака сеть ИТАКТИКС О, ИТАКТИКС спрещались аж прямо вот такие вот. Все они по размеру разные, то есть полудневка, однодневка, трёхдневка. Кому интересно, немецкие буквы знаем, посмотрим на сайте производителя, который Артур предварительно приложит. из плюшек, которые к ним ещё, то есть, ну, это обычный, это не военный рюкзак, это не солдатский рюкзак. Надо понимать, это тактический рюкзак, так называемый, в лучших традициях вот этого жанра. То есть, если мы говорим про военные рюкзаки, то я думаю, что большинство людей, которые когда-нибудь ходили, о, давай откроем этот, ходили куда-нибудь в лес по военным настоящим делам, они будут в ужасе, увидев насыщение вот такого прекрасного анализа. То есть, большинство людей, которые ходят по-серьёзному в лес, им нужен на самом деле просто в баул, куда скинуть всё, чтобы это всё поместилось и чтобы это удобно носилось на спине. Надо сказать, что это очень грамотный туристический органайзер. Да, туристический органайзер для такого, как бы, ну, городского туриста, для вас это нормальный рюкзак. Для полицейского, который ездит по командировкам, идеальный, то есть, для какого-нибудь там, любителя таких лёгких путешествий урбанистических, шикарно, для полицейского спецподразделения, какого-нибудь, даже до патрульного полицейского на работу ходить, это очень удобно. Взял сюда папку, кинул и в багажник. Хотя у First Tactical есть сумка, которую я очень редко заказываю, потому что на неё нету большого спроса. Есть патрульная сумка для перевозки нужных документов и патрульного снаряжения, то есть, нужного снаряжения для полицейского, которое по сей день расходят в патрульной машине. Но, в принципе, это тоже работает. Вот. очень такой интересный дизайн, спина хорошая, ремни. То есть, я тут сильно зацикливаться не буду, то есть, тут можно увидеть вот таким образом по размерам. И кто хочет, посмотрит по литражу. Вот. Вот они, три рюкзака. То есть, я постарался специально выбрать цветовую гамму, чтобы она была разная. Ну вот. У них практически у всех есть место, чтобы туда положить вниз защиту от дождя, чехол от дождя. То есть, вот такие вот маленькие прикольные нюансы. Очень много возможностей регулировки, подтягивания, то есть, можно перемещать очень всего много. Если мы будем делать какой-нибудь обзор на этот рюкзак отдельно, то мы затянемся на очень долго. Но, что и сказать, эта модель достаточно популярна у нас. По цене она немножко дешевле, чем Tactics LaserCut, и поэтому она большим спросом потребуется. Пользуется. Вот. Есть одна общая плюшка, к которой мы сейчас придем. В конце, когда мы рассмотрим эти, и тогда мы как бы покажем ее на примере другого рюкзака. серия Tactics. Вот у нас первый рюкзачок у нас, опять же, полудневка, однодневка. Если вы посмотрите, они как будто одинакового размера, но есть нюансы. Давайте их так пересусуем. И трехдневка. То есть, такой достаточно большой рюкзак. Как вы видите, они все LaserCut. Очень такая интересная система. Подвески тут ремней, целая куча, куча, куча. То есть, здесь уже намек есть на то, что его должно быть по идее удобнее носить с собой или что же с ремнем, но и уже как бы объем говорит о том, что может быть. Но не это самое акционное, самое главное это прикольный тактикульный LaserCut. Удобство всяких примочек, которые сюда можно вставить, снять, органайзеры, потому что за это их покупают. и присущая обоим сериям рюкзаков удобство это чехол под карабин. Они бывают на самом деле двух, а то и трех размеров. Сейчас они, по-моему, раньше была линейка была три размера, 36, 42 и 50 дюймов. Сейчас мы смотрим на вариант в Европе 36 и 42, если не ошибаюсь. И они есть тоже разные. Цветок так же как и рюкзаки. Прикол в чем, мы сюда ложим карабин, открываем на рюкзаке самую заднюю молнию, за ней мы видим, здесь у нас есть такой кармашек, сюда можно положить все, что угодно. снимаем снизу как говорится с предохранительного взвода молнию. Сделано специально так, чтобы просто так она не открылась, ее нужно немножечко подергать. И наш карабин, в котором мы идем кир, просто вот так поглощается данной сумкой. Здесь внутри есть крючочки, то есть точки подвески, за которые сумка с карабином подвешивается, чтобы она не пропадала, не падала через рюкзак. А далее все это дело одевается вместе, и мы готовы идти на соревнования, на охоту, готовиться куда-то к чему-то выходу по таким вот образом. Я, кстати говоря, в Норвегии использовал этот функционал, у меня была такая сборная хреновина, ну именно для пикника, для туризма, она просто была довольно вот и у меня была такая чисто пикниковая фигня, такой разборный как бы столик, он аккуратно, он очень грамотный был, но он был именно такой говоритный, и я именно взял, снизу вот эту вот молнию раскрыл, закрепил его и спокойно пошел, то есть руки были свободны. Это действительно удобно не только для огнестрельного оружия. Ну и генерасят компьютеры, и вот здесь получается в чем разница между, несмотря на то, что полудневка и однодневка они одинаковые кажутся на первый взгляд, вот в чем разница. То есть здесь в лучшем случае мы получаем ширину вот такую, то есть здесь у нас три стропы молля, а здесь у нас четыре и немножечко сверху. Вот. Вот такая вот интересная плюшка у них. Вот так вот. Как я уже говорил, что здесь если присмотреться, очень много маленьких скрытых нюансов, как, например, переставление вот этих ремней, которые стяжки, да, то есть их можно переставить не только поближе, подальше, но и поменять их локацию реально. Вот здесь видно, что для нее петля есть. То есть я могу оставить не на органайзере, чтобы работать с органайзером более так просто. Я могу ее перенести сюда, чтобы стягивать компрессионное дело. Есть опять же знакомые, которые купили данные ремняки себе и они в восторге от них по некоторым причинам. и когда человек выбирал конкретно у меня рюкзак, он говорил так, Паша, мне нужен рюкзак, я часто летаю на самолете с точку А в точку Б, мне нужно что-нибудь, чем носить вещи. и мы с ним посмотрели посмотрели и я ему говорю, что ты у нас путешественник уже опытный, то есть тебе он смотрел на однодневку такую же как у Артура. то есть однодневка как у Артура. Вот такой поропав рюкзака как будто нормально, но в принципе если ты хочешь прилететь, у тебя надобличие какое-то, ну то есть оно не всегда удобно, то есть не всегда все поместится. Что сделал человек? Он купил себе трехдневку вот такую разницу между ними вот так вот посмотреть на куртку, да? Большая большая разница. Самая большая разница в том, что если стянуть этот рюкзак эффективно, одеть на себя зимнюю куртку, самую большую обувь, которая у тебя есть, самые большие штаны в общем одеться как этот самый как лечишь как будто куда-нибудь на середину полюсу. Чтобы пройти рамку. Да. То есть он это все стягивает аккуратненько и это все классно помещается в рамку, то есть как ручная кладка вам приезжает сразу в этом порту перекидывается быстро там буквально на несколько минут то, что ему надо рюкзак вырастает в размере до в размере в размере Чемодан моей мечты? Нет, чемодан будет как вишенка. Так, берем вот это и расскажем, что у нас есть за возможности. А, нет, мы это не уберем. Мы берем вот это сюда. Так, у нас есть какой-то выбор кармашков. Всяких разных малешных кармашков, которые, в принципе, ну, извините, но фирма как бы не такая сейчас раскрученная, как 5.11. Но, несмотря на это, у них какой-то выбор есть. Ну, я скажу так, что он скотенький, но он есть. Я открою их нутро. Здесь у нас Великро, Великро, по-моему, поверхность. И вот кармашки. То есть, это даже, по-моему, у меня не все, потому что у меня, по-моему, один из них где-то отсутствует. Ну, это не все, что ли важно. Вот такого типа кармашки. У First Tactical. Шикарные, да? Угу. Вот. Что мне очень нравится, то есть, это утилитарные такие, они там есть, по-моему, аж 4 размеров. Вот еще одного размера не хватает. 4 или 5 размеров. 4, по-моему, да. Самый маленький, самого большого. Вот это самые большие, то есть они, на самом деле, одинаковые по размеру, более просто расположение. Еще они средние отсутствуют. Вот. И есть медиапаучий такой, по-телефончик, такой простенький чехольчик. И шикардосный чехол под очечьем. Вот под очечьем, вот я просто очень доволен им. В комплекте идет тряпочка для очистки очков. И очень удачно сделано так, что, в принципе, если вы даже закрыть забыли, то есть, ну, на молнию, да, ну, очки отсюда потерять сами по себе достаточно трудно. Такой хороший чехольчик получился. Еще есть чехол под литровую молчин-бутылку. Сам я использовал очень долго. Единственный минус этих чехлов, то, что я для себя нашел, мне не нравится их система крепения МАЛЕ. Она очень сильно упрощенная. У тебя только одна стропа в конце с пластиковым крючком. Но, блин, загнать этот пластиковый крючок под молли, это, конечно, ну, в общем, я обычно каждый раз, когда это делаю, то есть, переставляя этот, частью это приходится делать раз в два года примерно, если ты поставил кармашек, ты продумал, ты знаешь, куда ты его хочешь поставить. Ты его снимаешь за того, чтобы его заменить на что-нибудь другое, или ты там, ну, там кто-нибудь у тебя хочет его отжать, там, говорится, по-братски. Ты махнешься на что-нибудь другое, да, там, знаешь, бывает такое, в лесу, там, после каких-нибудь занятий, там, слышишь, блин, классный кармашек, где взял? Да, нахер. И тогда вот я его снимаю, когда это, ну, когда я его ставлю обратно, или снимаю, я там долго матерюсь, это, ну, это нормальная тема. Вот. Кроме этого, что очень немаловажно, и покажу, наверное, все-таки на кармашке под бутылку. Мы видим кармашек, внутри имеет пядинг. Такой пядинг имеют почти все закрываемые молнии, либо клапанами, таким вот, большим клапаном кармашки. First Tactical. И что они сделали? Вот, если мы сейчас посмотрим, вот, камера видит, ну, на дно, на дно сюда, да? Сейчас, подойдем. Видит? Ну, условно видит. Условно видит, да? Скажем так, у вас туда упала какая-нибудь гаечка, там, винтик, я не знаю, там. Вы сейчас захотели из-за бутылки положить какой-нибудь объектив от своей супер-мега-камеры, да? Вот. И вы там не видите, особенно в каком-нибудь черном исполнении. А теперь мы делаем кармашек, дубль два. Опа! То есть, high visibility нутро во всех практически кармашках, которые закрываются. То есть, очень удобная вещь. Я очень-очень за это их уважаю. Все знают, что такое. Где-то на дне кармашка лежит батарейка 3А. Да? Из серии медицинской появились очень прикольные, очень хорошие сумочки. Опять же, есть четыре, даже на самом деле пять размеров, пять сумок. Вот таких вот. Вот такая сумочка. Вот они только по размерам. Сзади липа, спереди прозрачное окошко. Покажем на среднем таком. Вот. К ним для маркировки идут комплект цветных радужных веревочек. То есть, их можно поменять, завязать новые узелочки. Есть такой рычагочек быстрого открывания этой сумки, что если надо, мы ее дернули, она открылась. И весь основной вкус этой сумки в том, что ее можно таким вот образом закрепить, организовать свои вещи. И это применимо практически ко всем сумкам First Tactical. То есть, почти во всех есть велкро панель, достаточная, чтобы зафиксировать такой кармашек. Вы можете в него убрать от зарядок проводов, memory card, как у меня один знакомый носит, до трусов, носков, футболов. Конкретно там, грязное белье, если что угодно. Вы можете отдельные, такие вот, большие, например, использовать. Я уже не говорю про то, что они сделаны для медицины, можно накатать всего что угодно. И что у нас последнее? На сладкое. Только, пожалуйста, не разбей витрину. Подожди, стой, первое, что я хочу сделать, это я хочу сделать наезд на колесо. Покажи колесо близко. Хорошо, вот разверни ее. Просто. Вот. Это просто колеса мечты, потому что я столько колес оставил по Европам, на всяких разных убитых. Так, в дорогах. Волшебная сумка Specialist Rolling Duffel. Оболненная сумка. Ценовая категория вполне доступная. По сравнению с другими. Она ощутимо проще по устройству, чем какие-то сумки 5.11. И основной деталь то, что вот, ты можешь показать, вот ровно по эту линию эта сумка может складываться, когда она пустая. То есть мы можем достать отсюда две, четыре металлические скобы, отпустить их, и они сложатся. То есть, в плане домашнего хозяйства, у меня когда-то была сумка 5.11 точно такого же размера. Вы не представляете, сколько мозгов она мне сделала. В том плане, что она была классная. Ну, почти классная. Меня там много чего бесило, на самом деле. Но, блин, ее и убрать некуда. Если ты живешь в маленькой однокомнатной квартире, у тебя просто вот такая хрень живет отдельно, вот какой-то жизнью. Она везде тебе... Для гречки и туалетной бумаги самое то. Ну, это сейчас. Тогда у нас все было хорошо. Вот. И она реально бесила меня, потому что ее некуда было рассудить. В конечном итоге, у меня, по-моему, кто-то из знакомых ее купил, сказал, что ему именно такая для какого-то снаряжения, ну, там, спортивного снаряжения очень нужна. Это же реально легкая. Она легкая. Я не скажу, вот сейчас вот прямо вот с головой сколько она весит, то вот где-нибудь потрогают ее, они будут в шоке. И в отличие от аналогичной сумки 5.11 есть ручка выдвижная. То есть это очень деловажно. У 5.11 была только вот такая вот хрень, из-за нее таскать, и плюс расположение колес у 5.11, я не знаю, но 5.11, по крайней мере, колбасила влево-вправо, постоянно я с ней ходил, у меня так вот ее перекидывало, то есть она всегда хотела на пузо упасть. Ну, проблематично. Ну, и опять же, на эту ручку, если у вас есть. Здесь, по сути, у нас дуфель-чемодан, правильно? Дуфель-чемодан, да. На данный момент я несколько штучек их продал, и один вот из моих друзей, который купил эту вещь, он летал с ним в Грузию. И он купил специально для поездки в Грузию вот такую сумку. И он просто, просто в восторге. Он говорит, что трындец, говорит. Я, во-первых, был не сильно паленый, потому что, ну, черная сумка, черная сумка, тут нету нигде там никакого большого лейбла, что 5.11 там или... Вот единственная вещь, которая здесь есть, это вот в окошке здесь видно и тут как будто вот такие вот полоски. Да. Вот. Ну и на этой печальной, нойке. Мы закончим. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok